ребятам привет всем очередной выпуск хочу пожрать тоже сам заждался клянусь не только вы но я как обычно с вами на казан сегодня мы попробуем в нашем казане мы уже пробовали и варить парить и тушить попробуем сегодня в казане запечь что будем запекать соответственно мясо и картошку ну а как мы это будем делать смотрите дальше и не переключайтесь но вкратце расскажу что нам для этого вообще понадобится на самом деле это самый минимальный набор продуктов которые можно просто приготовить мясо вот мы взяли вот такие стейки картофель маленькие луковички чуть-чуть масло растительное приправа соль перец ребят приправу можно использовать вообще любую потому что как такового рецепта нет будем делать просто от фонаря будем пробовать как у нас получится поэтому смотрите да и все сейчас у нас маленько мясо отойдет великого природа красивая на берегу инисея находимся сейчас маленько мясо оттает вообще желательно брать свежее мясо но так получилось что осталось только замороженная поэтому сейчас маленько отойдет а мы приступим к тому что мы ну короче как отойдет мы приступим готовки ребят ну все мы приступаем для начала наверно мы замаринуем наше мясо я это тоже ребята я перебивали как обычно вы знаете сколько за камеры народу стоит за пиздец и столько все по положеникам все живут ивану с черёму шик блин откуда там с энергетиком ну короче вся шобла ебла как нас называют сам сборе вы чё тут пиздец воры в законе на фото собрана все пиздой вадика блондером называют я ребята взял обычную приправу для шашлыка и ей засыплю наше мясо взял взял ребята стейки вот такие вот желательно чтобы были с косточкой потому что при жарке косточки придают к специфический вкус ну нашему блюду поэтому беру и просто пересыпаю мясо с одной стороны с другой руки помыл кому интересно все мясо пускай маринуется лежит вот так вот уложен до накроем полотенчиком чтобы мухи его не кусали и сейчас пойдем разжигать наш казан ребят мы все мы поставили нагреваться наш казан теперь мы должны слить воду с картошки ребята хочу обратить внимание картошку надо брать вот такую небольшую почему чтобы она лучше пропеклась потому что сегодня мы еще раз я вам повторю будем запекать наш картофель поэтому сейчас сливаем воду вот так вот ее пропитываем от лишней влаги чтобы не было потому что влага мешает придать ее вот этой именно золотой корочки которую мы сейчас будем делать сейчас мы чем и наливаем масло ребят как обычно показываю вот так вот по стеночкам дьется масло почему по стеночкам чтобы вот возобновить наши как говорится покрытие тефлоновое ребят мы сейчас сделаем здесь ну типа фритюра то есть масло когда накалится да вы знаете пойдет только беловатый дымок и мы будем сюда закладывать картошку картошку будем ложить по 3-4 штучки не больше потому что она тогда неравномерно обжарится и опять же обратите внимание картошку я не солил мясо я не солил просто мясо придал ну приправами отдал и все теперь берем дымочек уже пошел мы берем и выкладываем нашу картошку в вашем случае можно еще добавить картошку просто казан большой все одна картошка кипит ну и мы сейчас ждем когда она получит тот самый нам нужный золотистый цвет вот ребята так появляется золотистая корочка посмотрите вот она ребят на все смотрите картошечка наша поджарилась вот она до такого золотистого цвета мы ее подавать пока выкладок ты ебала свою закрой ты надоел уже музыку мы просто у него музыку когда ты работаешь тебе лезет кто-нибудь чё тебя за 5 мания такая на все и закладываем остальную нашу картошку ребят пока мы обжариваем картошки ебала свою закрой музыку музыку короче нарезаем лук полукольцами у нас у царей рабочий день ненормированный наш золотой ножик сделал свое дело а мы дальше обжариваем картошку смотрите и не переключайтесь все ребят мы выкладываем наш картофель он готов ах какая красота пускаем лежит а мы теперь добавим сюда лучок кто может добавлять кто может не добавлять я добавляю потому что лук всегда придает фикантность мясу и никогда не помешает лук это вода по сути есть сейчас она вода это выкипет то сразу запах вот такой как бы приятный ребятам все будем закладывать наше мясо наш лучок по поджарился все и так же по несколько кусочков мы можем туда наше мясо все пускай обжаривается но вы пока можете покурить ребят свинину тоже мы не солили только добавляли специи ребят все наше мясо тоже обжарилась вот приняло такой золотистый цвет также его будем выкладывать сочное мясо получилось я думаю лук уже отдал всю свою прекрасную свойство все и ложим сюда и что Ребята, не забываем переворачивать мясо, ну хоть то оно полностью покрыто маслом, но все равно в таком прикюре как бы, и еще плюс собственный жир, который исходит от самой севинины. Ну все, ребята, выкладываем это все сюда мисочком. Ребятки, у нас самая коза будет в дальнейшем, мы выльем и масло, оно нам больше не нужно. Я взял вот поварешечку такую специальную, а это мы все выливаем на дуванчик. Ребят, казан пустой, что мы теперь делаем? Мы аккуратно выкладываем сюда картошку. Главное слово здесь аккуратно, я улыбался. Ну чтобы руки не оживили. Все, мы ее раскладываем вот так вот по кругу, ровненько и аккуратненько. Все, ребятки, выложили картошку и сейчас мы ее посолим. А наверх мы будем выкладывать наше мясо. А наверх мы будем выкладывать наше мясо. Все, мы будем выкладывать наше мясо. Все так же сверху мы подсаливаем наше мясо теперь. Добавим маленько персика черного до кучи. Ну и теперь возьмем маленькой минеральной водички и буквально немножко, ну, можно полбутылочки, мы сюда выльем. Все, закрываем все это крышкой плотно. Убираем огонь практически, то есть эти все угольки перемешаем здесь так на разочек. Все, и закрываем все поддувало, все крышки. Все, ребята, и минут сорок, да можно даже час мы это все оставляем. Ребят, ну прошло 50 минут, сейчас не встали ждать. Я думаю, все готово. Жрать охоту. Опачки. А какой запах идет. Мамочка родная. Как вкуснятина. Все, достаем, будем пробовать. Других вариантов нет. Запах. Нет, запах. Запах обкурсии. Давайте выкладывать. Обкурсия столовой такой же запах. Скажи, Олег, ты же был в Курсии? На ужине. Сними, Олег. Сними, Олег. На ужине такой же запах, да? Сними, Олег. Сними, Олег. Сними, какие мягкие, нежные кусочки. А все, взялся на мягкие, нежные. А ты вот видишь, какие они, вон. Курдюк болтает. Да. Как логию и саня. Вот она картошечка вся разваленная. Разваренная ли? Как правильно назвать? Разварить-то? Да. Все так вкусненько, блин. Знаете, что я сделал? Зелень сверху посыплю. Нет, Вадюш, вот тебя еще ебать бы можно было. Вообще-то цены бы тебе не было. Ребята, все сейчас подукрасим. Хотя красивое блюдо может и без зелени быть красивым. Но мы все-таки решили украсить чуть зеленью. Все, посыпаем вот эту зеленью. Иван, куда поставишь? Ну, это так. Все. Ребят, кушайте. Сейчас мы попробуем сами на вкус. Ну и, как сказать, уже вердикт вынесут наши гости, которые присутствуют здесь у нас. Пойду еще одних ребятишек угощу. Положенцы, положенцы, надо что же кормить. Все с полосенчика. Андрей, пожалуйста, кушай. Спасибо, Вадюш. Блядь, я на всех. Ну, спасибо. Меня попросили помочать на камеру. А что значит помочать? Значит, тут есть картофель. Я свинину-то не ем. Я говорю, она очень вкусная. Если честно, признаться, я ее съел. Ну, прям съел прям вот эту свининку. Это вот сольцо прям я съел кусочек. Потому что это невозможно не есть. Потому что, вот смотрите. Решка накапала? А, вот накапана. Ребята, короче, хоть я и все выкидывал. Сказано. И масло, и лук. Но получилось очень-очень вкусно. Поэтому я рекомендую. Поэтому вот, ребята. Говори, без масла, без всего, да? Да тут сам по полу. Сейчас подожди. Ребят, все очень вкусно. Все очень великолепно. Первое глухонемое интервью. Ребята. Не ребята, а ребятушки. Ребятушки. Дай это во рту. Ребята, это его дочь. Сразу уточним. Владелин. 50 плюсов. Владелин 50 плюсов. Ребят, на самом деле, все получилось. Готовьте вместе со мной. Готовьте лучше меня. Поэтому на сегодня все. Всем пока.